Всем здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал, на котором я рассказываю о садах, но частенько отклоняюсь от темы и рассказываю о прекрасных местах, в которых мне посчастливилось побывать. Лепе – это мой родной город. Я всю жизнь прожила здесь в центре, пока жила в Латвии. И, конечно, у Лепе много фильмов, много книг. Это город с удивительной историей и очень красивый. И рассказывать о нем достаточно сложно, потому что много всего происходит. Поэтому, во-первых, я решила сделать плейлист. Это не будет Лепе, это будет Латвия. Смотрите в плейлистах. Там я буду складывать все видео о Латвии и о Лепе. Большинство из них будет о Лепе. И потом я буду делать такие маленькие этюдики-зарисовочки о Лепе. И сегодня я вам расскажу о Петровском рынке, или Петер-Тиргус, немножко о его архитектуре, где он находится, и также о главных достопримечательностях, которые находятся вокруг него. Это тоже очень интересно. А потом мы прогуляемся по рыночку и посмотрим, что там продают. Потому что как раз вот участок, который передо мной – это наша тема. Это саженцы, это цветы. Ну и посмотрим все остальное. Итак, поехали. Великолепное здание в стиле артного, открытое в 1910 году, то есть ему уже больше 100 лет, один из наикрасивейших торговых павильонов Европы. Задача архитектора Людвига Вильяма Мелвилла была очень непростой, потому что торговый центр нужно было поместить между трех церквей. Собор Святого Иосифа на западе – это вот желтая такая кирпичная церковь, которая находится перед нашими окнами, церковью Святой Анны на востоке и синагогой, которая раньше находилась к югу от рынка, а сейчас там стоит мемориальная табличка. У здания очень новаторское решение того времени. Крыша была с большими окнами. Петровский рынок является крупнейшим липайским рынком и вторым по величине в Латвии. Ну и, наверное, конечно, самым красивым в Латвии, как я уже сказала, он входит в ряд самых красивых в Европе. И, конечно, это любимое место, где люди приходят не просто закупиться, но и посмотреть, и даже пообщаться. То есть часто просто люди встречаются на рынке. Это касается здания крытого рынка, а на открытом рынке продают свежие овощи под навесами. Есть также вещевой рынок и рынок цветов и саженцев, по которому, как я сказала, уже мы прогуляемся. Обычно здесь очень многолюдно, поэтому я пришла в конце дня, когда уже многие были закрыты. Кое-кто еще остался. Ну, вообще, вот цветы и овощи просто накрываются или даже оставляются, вот как сейчас. Конечно, какая-то охрана есть, но ничего такого массивного, церберского. Ну, конечно, охрана есть. Так как Лепая – это торговый город, город-порт, в нем всегда проживало, в общем-то, такое смешанное население разных национальностей, разных конфессий. Много было католиков, много было лютеран, были православные. Ну, они, в общем-то, и сейчас все есть. И поэтому были разные церкви и соборы. И вот как раз три разные конфессии окружали площадь рынка. Католический собор святого Иосифа был освящен в конце XVIII века и капитально перестроен через сто лет. Современное здание было закончено в 1900 году. Построен из так называемого данцикского кирпича, который каждый в отдельной упаковке был привезен из Германии. Модель парусника, который подвешен высоко к потолку собора, подарили моряки, вымолившие Божью благодать во время шторма и чудесным образом избежавшие смерти. Собор святого Иосифа является резиденцией епископа. Служители церкви были очень приветливы, рассказали мне интересные факты и показали старинный колокол. На другой стороне рыночной площади находится лютеранская церковь святой Анны. Старейший липайский храм, который впервые упоминается в летописях в 1508 году. Первоначально церковь находилась в другом месте, рядом со старым кладбищем. Историческое здание неоднократно обновлялось и перестраивалось. А в 1892 году было начато строительство нового здания церкви святой Анны в выдержанном традиционном неоготическом стиле. Оно было построено из красного кирпича и является подлинным шедевром. Внутри собора, к сожалению, съемка запрещена. Не знаю по каким причинам, но такое бывает в церквях. Но там находится реальный шедевр. Алтарь резной из красного дерева. И был он создан краснодеревщиком Николасом Сефрансом в 1697 году. Поэтому, когда приедете в Лепую, а я думаю, что часть моих подписчиков при возможности сюда заглянет, добираться сюда несложно, обязательно загляните в эту церковь. Она вам понравится. Вообще, в Лепой очень много уникальных зданий и красивых церквей и соборов. Я вам уже показывала православный собор. Вот теперь эти два собора. И есть еще церковь Святой Троицы, где находится уникальнейший орган, единственный, в общем-то, в мире. Такого больше нигде не сохранилось. В общем, Лепая полна сюрпризов. Причем для всех. И для тех, кто никогда здесь не был и посещает первый раз. И для тех, кто вроде как бы с ней знаком. Но каждый раз все равно ты для тебя открываешь что-то новое, что-то интересное. И потом Лепая сейчас строится. Лепая участвовала в конкурсе проектов, которые подавались на звание культурной столицы Европы. И она выиграла этот конкурс. Так что через пять лет, в 2027 году, Лепая будет принимать гостей и будет культурной столицей Европы. Имейте это в виду. И, как я сказала вам, была еще и синагога. Третья церковь вокруг площади. Вот так она выглядела. Сейчас здесь надписи на трех языках. Английском, латышском и русском. Разрушенная синагога была во время войны. В самом начале. Я вам рассказала историю этого места. Ну, а теперь давайте посмотрим, что уже здесь продают. Цветы как срезанные, так и живые, растущие в корзинах, горшочках. В Латвии очень любят и ценят. Вот вы видите, женщина поливает цветы. Это конец рабочего дня. Их так вот и оставят на ночь. То есть их не убирают. Здесь, в общем-то, сторож какой-то есть такой условный. Но, в принципе, все вот так вот на ночь оставляется. И ничего не происходит. Посмотрите, даже розы в корзинах. Вот это для меня было новое. Потому что в Англии розы в корзинах, ну, я не сталкивалась, чтобы использовали. Если у вас такое есть, то напишите и напишите, какие сорта. Потому что я у женщины спросила, но она сказала, что название роз не помнит. Вообще в Латвии с садами все очень хорошо. В том смысле, что люди это любят, это ценят, этот бизнес процветает. Вот здесь мы видим, здесь продают компании, то есть которые выращивают и продают. Есть отдел на рынке. Вот вначале я вам показывала, там частники. Ну, то есть кто-то дома вырастил, у него есть место, может еще кто-то из соседей ему дал, и они продают. То есть там, конечно, не тот размах, но все равно очень интересно. И, в общем-то, люди, которые просто этим увлекаются, они все равно зарабатывают на растениях и, в общем-то, много знают о них. Много интересных сочетаний, много интересных растений, вы видите. Есть, конечно, очень обычные, которые всем знакомы, но все равно они смотрятся великолепно. Жирненькие, здоровенькие, приятно посмотреть. Очень много корзин, но потому что все-таки Лепая – это город. И у многих просто есть место где-то на балконе, рядом со входной дверью, и поэтому очень популярны именно корзины. Хотя и другие растения тоже. Есть где-то вот совсем немножко места перед подъездом, входной дверью, люди обычно сажают. Все-таки таких вот деревянных, старых домов, особенно сейчас, много реставраций, и люди, в общем-то, покупают цветы, покупают для дач, украшают дачи. Ну, потому что в городе не все хотят сами выращивать и семян, а так, в общем-то, проще. Пришел, нашел то, что тебе надо, купил и высадил. Выбор действительно очень большой, очень хороший, и ценные, но вполне можно себе позволить. Роза, например, от 8 до 10 евро. Хороший такой уже куст, не маленький. Качество растений очень хорошее, все промаркировано. В общем, все, все на уровне. Качество растений. Ну что, заедем, все на этом, но, я пьяну, я пьяну, я пьяну, я пьяну, я пьяну, я пьяну. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, как вот эти розочки называются? Никогда не видела роз, которые в горшках подвесных. Не помните? Очень жалко. У них липочки нигде нету? Но в основном, конечно, липочки есть почти везде, и я вам кое-какие из них даже сфотографирую, но я хотела сказать, что часто меня спрашивают насчет хвойников в Англии. В Англии у нас очень много щелочных почв. Хвойники требуют кислую почву. И вот эта вот елочка, я ее увидела первый раз, она просто изумительная, хотя она, конечно, дорогая. У нее цена 100 евро вот за такую елочку. Но в чем ее прелесть? В том, что у нее абсолютно красные шишечки, и новые побеги у нее очень отличаются уже от возрастных. То есть они ярко-ярко такие светло-зеленые. Очень интересно смотрится она на бордерах. Практически весь этот стенд – это кислопочвенные растения или толерантные к кислым почвам. Ну и, конечно, розы. Розы в Латвии любят не меньше, чем любят их в Англии. Розы в Латвии. Розы в Латвии. Розы в Латвии.